Что же, давайте приступим. Меня зовут Александр Скороходов, я работаю в московском офисе Cisco консультантом или архитектором по технологиям для центров поработки данных. И мы начинаем наш ICI-спринт, то есть пятидневное мероприятие, посвященное нашей архитектуре Cisco ICI. Мы постараемся рассказать о том, что она собой представляет, как она работает, и дать вам набор знаний и продемонстрировать необходимые приемы для того, чтобы вы смогли взять такого рода решения, такого рода систему в свои руки и начать ее успешно эксплуатировать. К сожалению, мы с вами встречаемся на не очень приятном общем фоне, но что же поделать, в любом случае, надеюсь, что наше с вами общение в течение этих дней немножко скрасит для вас общий атмосфер. Итак, давайте, наверное, начнем с того, откуда делось слово «спринт». Если предыдущую неделю наши коллеги, занимающиеся технологиями для корпоративных детей, делали Enterprise Networking Marathon, мы решили сделать спринт. Почему спринт? Потому что, с одной стороны, те из вас, кто занимается приложениями, технологиями для ЦОД, знакомы с этим понятием, потому что оно корнями идет из методологии Agile, которое знакомо всем современным разработчикам, то есть тем, кто занимается приложениями. С другой стороны, мы, если, может быть, для коллег из Enterprise Networking недели это марафон, для нас рассказать об ACI за пять дней по паре часов в день – это спринт. То есть мы, конечно, не сможем дать полную информацию по каждой теме, но мы сможем дать вам достаточной информации для того, чтобы вы смогли в дальнейшем уже продолжить необходимое самообразование и поддержать свои компетенции самостоятельно. Итак, что представляет собой ACI? Ну, и, наверное, начнем с того, что вы уже много раз от нас слышали, каких-то, может быть, чуть маркетинговых определений. ACI – сеть с управлением на основе намерений Intent-Based Network. То есть у нас есть наша сеть, то, что показано на этом слайде внизу, то, что, собственно, обеспечивает передачу данных, то, что обеспечивает реализацию политик, про которые мы будем говорить, то, что обладает центральной точкой управления, о которой мы сегодня будем говорить. И есть логическая модель, то есть то, каким образом мы описываем наши желания, наши требования, то, что мы хотим получить от этой сети. Мы постараемся с вами за эти дни спуститься с небес на землю, приземлить это на наши конкретные задачи, и мы увидим, что даже для тех из вас, кто интересуется только нижней частью этой картинки, то есть интересуется только сетевым транспортом, и вся эта полезная, важная вещь, которая позволяет сделать много новых вещей, которые вы раньше сделать не могли, или которые вам сделать было сложно. Чуть-чуть пройдемся по программе. Пять дней, как я уже говорил, первый день мы посвятим базовым вещам, посвятим тому, что вы должны сделать, условно говоря, в первый час или в первый день общения с ACI-фабрикой, то есть как ее запустить, как сделать базовые вещи, связанные с настройкой связанности. Второй день Максим расскажет про то, что является одним из главных функциональных блоков, а именно про информационную безопасность и связанные с ней функции в Cisco ACI. Третий день мы посвятим интеграции ACI, продолжению ACI как сети не только до физических серверов, до виртуальных машин, до контейнерных подов, того, как это происходит на разных платформах, того, как это происходит на разных архитектурах, и увидим, как мы можем объединить в единых логических конструкциях, которыми оперирует ACI, по сути, вычислительные нагрузки разных поколений, то есть старые, невиртуализированные серверы, прошу прощения, новые виртуальные машины, и то, что сейчас является следующим рубежом для нас, это контейнерные среды, контейнерные поды, которые используются в рамках каких-то микросерверсных. Четвертый день мы посвятим, рассказывать будет, опять же, Максим, про решения для связи, на основе Cisco ACI, разные подходы, которые при этом могут использоваться. Также он предполагал поговорить про увязку ACI Fabric с нашими решениями для корпоративных. Ну и, наконец, пятый день мы решили разбить на два выступления, на два кусочка. Один, это то, про что очень много вопросов всегда у всех заказчиков, которые начинают внедрять ACI в реальности, это вопрос эмиграции, то есть то, каким образом нам увязать наш существующий, то существующую сетевую инфраструктуру, построенную по старым принципам, и инфраструктуру на базе ACI, как друг с другом соединить, как выполнить перенос нагрузок и так далее. И, наконец, последним выступлением будет выступление Ильи Дрея, который расскажет про то, как с позиции, прежде всего, сетевого администратора воспользоваться возможностями ACI по программируемости и по автоматизации в фабрике, то есть каким образом использовать функции ACI, как, модно говоря, программно определяемой сети для того, чтобы делать вашу жизнь, как сетевого администратора, проще эффективнее. Итак, из чего состоит Cisco ACI? Если посмотреть на основные, так сказать, функциональные блоки, то их, наверное, четыре, и я сейчас по ним коротко пройдусь, и это будет, в принципе, отображаться на то, про что мы только что говорили, про график нашего мероприятия. Во-первых, ACI – это современная эффективная сетевая фабрика, которая обеспечивает транспорт более надежным, более эффективным, более масштабируемым образом, чем то, как это происходит в традиционных сетях ЦОС. Мы используем единую опорную IP-сеть, то, что на современном jargonе часто называют underlay, через которую обеспечиваем необходимую связность и на втором, и на третьем уровне. Тем самым мы уходим от опоры на Spanning 3 и прочие вещи, которые являются проблемой с точки зрения как производительности, так и надежности. Далее. Мы выполняем распределенную коммутацию, включая коммутацию третьего уровня. Что это значит? Коммутация третьего уровня – это, если перевести на технический язык, на самом деле это маршрутизация. То есть мы выполняем распределенную маршрутизацию, каждый из коммутаторов доступа, куда мы включаем наши серверы, для тех сегментов, для тех подсетей, которые используются на этом коммутаторе, реализуясь функцией шлюза по умолчанию. Если в обычной сети у нас обычно есть центральная точка, куда мы туда с ним весь трафик, здесь мы выполняем маршрутизацию сразу, как только пакет вошел в фабрику. Далее. Для того, чтобы знать, куда дойти до каждого хоста, мы обладаем этой информацией и тем самым можем обеспечивать точную доставку без опоры на флайдинг. Это сильно отличает нас от традиционных сетей, поскольку нам не нужно сначала идти на втором уровне, до точки маршрутизации, потом оттуда, через сегмент второго уровня, каким-то образом пытаться искать достижимость до нашего выхода. Мы сразу от входа знаем, как нам дойти до выхода. Эти же хостовые маршруты могут также передаваться и во внешние сети, для того, чтобы и наши клиенты со стороны, например, корпоративной сети, филиальной сети могли дойти до точного местоположения нашей нагрузки, если у нас, например, используется несколько увязанных цодов. Максим про это будет рассказывать более подробно. Ну и, наконец, ACI обладает встроенными функциями, встроенными механизмами, которые позволяют делать внедрение не только в одном ЦОД, но и в нескольких. То есть мы уходим от необходимости предусматривать отдельный блок связи ЦОД, отдельный DCI-модуль, как это происходит в традиционных архитектах. Весь или значительной части перечисленный набор функций присущ не только в ЦСК-АСИ, но и, например, нашим решениям на базе VXLAN и VPN. Мы с вами, те из вас, кто знаком с этой архитектурой, кто знаком с VXLAN и VPN, думаю, что смогут смотреть на то, какие функции, какие особенности архитектуры в ACI совпадают, какие отличаются. Это предмет для отдельного разговора, если интересно, может быть, можно обсудить одновременно в чате. Но, повторюсь, этот блок функций, это просто характеризует ACI как современную эффективную фабрику. Далее. То, о чем мы только что говорили, это уровень передачи данных. У нас есть уровень управления. И ACI в этом смысле, одним из существенных отличий от других архитектур является то, что у нас есть встроенная, неотъемлемая часть архитектуры, которая обеспечивает центральную точку управления, это контроллер или кластер контроллеров, который обеспечивает управление через интерфейс администратора графический, командные строки и через программные интерфейсы. На самом деле, те из вас, кто знают ACI, знают, что я немножко кривлю душой, потому что в действительности любое управление ACI-фабрикой происходит именно через программный интерфейс. И тот графический интерфейс, которым мы сегодня с вами будем пользоваться и который будет использоваться в течение следующих дней, это всего лишь веб-приложение, которое дергает тот же самый API. Поэтому вы можете немедленно, очень быстро перейти от выполнения операции вручную к выполнению операции программным путем, даже если вы это делаете прямо в поле, прямо на ходу в процессе развертывания у заказчика. Об этом мы поговорим более подробно в пятый день, как раз в выступлении, которое будет делать Илья Дрей. Управление предполагает лучших традиций современных подходов к модели управления, не только, собственно, настройку, но и всю необходимую обратную связь. То есть мы не просто формулируем те или иные функции или, скажем, те или иные требования, мы сразу можем получить информацию о возникших проблемах, статистическую информацию и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами это сегодня увидим более подробно. И управление, как модно говорить в современном IT, осуществляется на основе декларативного подхода. При котором мы хотим настолько, насколько возможно, уйти от описания мелких деталей, из которых мы дальше собираем какую-то большую целостную картину. Вместо этого мы идем в обратном направлении. Мы описываем высокоуровневые желания и требования, которые у нас есть. И дальше они либо автоматически, либо с необходимым нашим вовлечением уже приземляются и превращаются в то, что мы делаем на уровне конкретных портов и так далее. То есть не микроменеджмент, а управление сверху вниз. ИСИ как сеть предполагает в качестве предметов подключения к сети не только традиционные физические серверы, то есть не просто связанность до конкретного порта коммутатора, то, к чему мы привыкли. ИСИ, конечно, может, и мы сегодня этим будем с вами заниматься, обеспечивать подключение для физических серверов, но ИСИ также включает в себя функции интеграции со средами виртуализации, которые позволяют доводить сетевые функции до виртуальных машин и позволяет служить сетевой средой и тем самым доводить связанность и до контейнерных подов. Что означает служить сетью или обеспечить подключение для виртуальных машин, контейнеров, физических серверов? Три вещи. Собственно, связность. Применение функции безопасности, то есть политик безопасности или политик управления взаимодействием. И мониторинг, или то, что иногда, как плохая калька с английского языка, говорят термин видимость, то есть то, что мы наблюдаем, что, собственно, происходит, где у нас что подключено, какой передается трафик и так далее. Об этом более подробно мы с вами поговорим в третий день нашего спринта, прошу прощения. Ну и, наконец, в ACI, в отличие от традиционных сетей, безопасность является неотъемлемой интегрированной частью, которая встроена в сеть, так сказать, с первого дня. Если обычно мы сначала строим сетевую связность, потом начинаем ее разрывать или контролировать с помощью межсетевых экранов или списков доступа, чего-то в этом духе, в ACI-подход обратный, в ACI по умолчанию. Если мы не хотим отказаться от функции безопасности, мы используем принцип белого списка, тем самым можем получить очень защищенную инфраструктуру внутри нашего ЦОДа. При этом способ, который мы формулируем политики или правила взаимодействия, позволяет нам быть гораздо более эффективными, чем это происходит для традиционных, например, списков доступа на инфраструктурном, оборудовании или межсетевых экранах. Про это поговорим завтра, про это будет рассказывать Максим. Максим также поговорит и про функции микросегментации, которые являются сейчас, пожалуй, неотъемлемой частью любого современного издена решения нового поколения для отсутствия. И последнее, про что хотелось упомянуть, говоря про безопасность, это то, что безопасность в ACI, мы это с вами сегодня увидим, касается не только транспорта, то есть передачи данных, но и управления. Потому что в любом реальном внедрении нам важно обычно не только изолировать передаваемые данные, то есть моделью угроз для нас является то, что у нас нарушитель через сеть попытается пройти, например, одного сегмента от другой, но и нам нужно изолировать среды или область управления, потому что наша модель угроз также может предполагать то, что, скажем, администраторы разных систем, администраторы разных сред попытаются влиять тем или иным образом, менять настройки и так далее в той среде, которая ему не принадлежит, в которой он доступ иметь не должен. Соответственно, про это все мы с вами в течение этих дней поговорим. Итак, глядя на эти четыре корзинки функций, если так можно сказать, сегодня мы будем сосредоточены целиком и полностью на первой и второй. Соответственно, в следующие дни позволят нам говорить о про оставшиеся. Итак, ACI как сетевая фабрика, ACI как сетевая инфраструктура. С чего она состоит? С точки зрения сети, с точки зрения сетевого администратора, у нас ACI-фабрика в простейшем внедрении, в базовом внедрении на один так называемый модуль или POD представляет собой два уровня. Это LIV-коммутаторы, то есть уровень доступа, и SPINE-коммутаторы, которые обеспечивают взаимодействие между коммутаторами LIV. Организованы они в так называемую сеть клоза, или, если говорить математически точно, в полный биграф, то есть каждый коммутатор LIV в идеале подключен к каждому SPINE-коммутатору, тем самым мы можем очень просто наращивать и отказустойчивость, и наращивать производительность, добавляя новые устройства уровня SPINE. Их может быть больше двух, тем самым мы получаем гораздо более удобную модель роста производительности сети, и гораздо более надежную сеть, чем сеть, построенная, допустим, вокруг пары, например, коммутаторов IPC-доменей, как это происходит во многих моментах. Все подключения оконечных нагрузок происходят через коммутаторы уровня LIV. Про это мы сейчас поговорим чуть более подробно. Центральной точкой управления всегда является контроллер или более точный классный контроллер. Вы никогда не выполняете настройку, подключаясь к конкретному коммутатору. Но вы можете подключиться к конкретному коммутатору для того, чтобы посмотреть необходимую вам диагностическую информацию. Например, посмотреть таблицы маршрутизации, посмотреть таблицы подключения и так далее. Мы это с вами сегодня увидим на практике. Как функционирует TCI, если чуть-чуть взглянуть под капот? Как я уже говорил, в качестве опорной функции у нас используется маршрутизируемая сеть на базе протокола IP. То есть у нас все взаимодействие, даже если это взаимодействие предполагает связанность на втором уровне через фабрику, опирается на IP-сеть. Что такое IP для нас в данном случае? Это механизм, который хорошо знаком, механизм, в котором есть механизмы быстрой очень сходимости. Это транспорт, в котором у нас есть эффективная балансировка нагрузки. И тем самым мы получаем очень хорошую основу с точки зрения функции как надежности, так и наращивания производительности. Опорный транспорт построен на базе IP-версии 4. Это не значит, что мы можем обеспечивать взаимодействие только для IP-версии 4. Те из вас, кто уже начал внедрять или уже внедрил в каком-то объеме IP-версии 6, смогут обеспечивать сервисы на базе IP-версии 6 с этой фабрики, но внутренний транспорт внутри нее построен на базе IP-версии 4. В качестве протокола динамической маршрутизации внутри модуля, внутри так называемого кода используется ASIS, что не значит, что вы должны хотя бы что-нибудь про него знать. Вообще, как мы с вами сейчас увидим на практическом примере, когда мы начнем запускать фабрику, мы с вами увидим, что вам этот underlay, то есть эта опорная сеть не нужно трогать вообще. Она целиком и полностью собирается, запускается, настраивается за вас. Вы можете ее продиагностировать, вы можете увидеть, что как работает, но никаких усилий ровным счетом с вашей стороны ее работа не требует. То есть вы не должны выдавать адресов, вы не должны настраивать интерфейсы, вы не должны настраивать таймеры и так далее и так далее и так далее. То есть все, что вам нужно сделать, это просто в процессе обнаружения сказать, о, я увидел коммутатор, давайте его добавим. Мы это с вами сейчас увидим на практике. Далее. Поверх, извините, на этом слайде опечатка, здесь, конечно, должно в заговорке быть слово оверлий. Поверх этой опорной сети используется наложенный транспорт второго, либо третьего уровня. Вернее, я бы сказал, в большинстве случаев это L2 плюс L3. Сейчас я поясню, что имеется в виду. То есть мы через нашу IP-магистраль обеспечиваем нужную нам связность с коммутацией на втором уровне, с распределенной маршрутизацией. И в этой точке, пожалуй, начинаются определенные отличия между тем, как работает фабрика на базе VXLAN VPN и как работает ACI-фабрика. В VXLAN VPN все мы знаем, что все функционирование опирается на многопротокольный BGP, во-первых, и во-вторых, по принципу работы MPBGP мы предполагаем, что все участники данного сегмента второго уровня, либо сегмента третьего уровня, должны получить заранее всю хостовую и, ну, не только хостовую информацию, относящуюся к данному VNI, свои таблицы. Это при больших требованиях масштабирования может являться проблемой. В ACI используется другой подход, мы о нем, может быть, более подробно поговорим как-нибудь отдельно в рамках одной из сессий, сейчас, наверное, будем тратить на это много времени, но ограничусь тем, что для транспорта внутри фабрики используется, мы не опираемся на MPBGP. MPBGP используется, но он используется только для распространения внутри фабрики внешней маршрутной информации, то есть информации, которая пришла к нам из внешних сетей. Внутри самой фабрики используется механизм, построенный на базе протокола COPE, Council of Oracle's Protocol, который позволяет нам в общем случае не поддерживать на всех лифт-коммутаторах, то есть на всех устройствах доступа, всю информацию о хостах, а помещать ее туда только по необходимости. Мы с вами уже говорили про то, что в ACI важной часть является применение политик безопасности, и это делается так же, как и передача трафика, так же, как и маршрутизация, делается в распределенном режиме. То есть применение политик безопасности делается аппаратно, оно делается на самих лифт-коммутаторах, то есть на самих коммутаторах доступа. И применение политик безопасности происходит по групповому принципу. За счет чего? За счет того, что мы информацию об этих группах передаем совместно с самим трафиком. То есть если в обычной ситуации мы строим наши аксесс-листы на базе тысяч, иногда десятков тысяч правил, которые говорят что-то про IP-адреса, между которыми разрешено входить в трафику, мы это делаем обычно не от хорошей жизни. Мы это делаем потому, что в трафике, в общем-то, больше посмотреть не на что, кроме как на IP-информацию в заголовке. В ACI ситуация другая. То, что мы используем инкапсуляцию, то, что мы используем оверлейный механизм, позволяет нам в дополнительные поля в этом оверлейном заголовке добавлять мета-информацию, добавлять информацию, которая позволяет нам в том числе применять политики безопасности. Это очень важно, и про это Максим будет рассказывать более подробно завтра. Лив-коммутаторы, спайн-коммутаторы. Не буду сейчас для вас зачитывать, озвучивать весь этот слайд, просто имейте в виду, что он в этом слайд-деке есть. И у лиф-коммутаторов, и у спайн-коммутаторов свои функции. Они, по большому счету, почти что не пересекаются между собой. Поэтому, если у вас возникает вопрос, почему у ACI предусмотрены отдельно лиф-коммутаторы, отдельно спайн-коммутаторы, и до самого-самого-самого последнего поколения оборудования это были вообще, говорят, две разные группы моделей оборудования, ответ на этом слайде. То есть это устройства, которые реализуют разные функции, и, соответственно, поэтому они в общем случае не являются взаимозаменяемыми. Так. Теперь перейдем, наконец, собственно, к мясу. Перейдем к тому, ради чего мы здесь собрались, и начнем готовиться к запуску ACI-фабрики. Как ACI-фабрика устроена в чуть больших деталях? У нас есть наш уровень коммутаторов спайн, которые представляют собой, как я уже только что говорил, отдельный, скажем, набор моделей оборудования, отдельный набор коммутаторов из. Которые связаны с коммутаторами спайн интерфейсами 40 либо 100 гигабит в секунду. Те из вас, кого такие производительности, цифры пугают, не пугайтесь. На современном оборудовании и порты, и трансиверы 40 гигабитные, 100 гигабитные, они уже по порядку величины очень сильно приблизились к тому, что еще недавно мы с вами видели для 10 гигабитных подключений. То есть, собственно, такого рода высокие скорости не являются проблемой с точки зрения экономики решений. К лифт-коммутаторам подключаются, помимо, собственно, нагрузок, то есть серверов, внешних сетевых подключений и так далее, подключаются также контроллеры. Мы уже с вами про них говорили, они называются EPIC, Application Policy Infrastructure Controller, и они включаются в лифт-коммутаторы непосредственно. То есть вы не можете предусмотреть включение через, допустим, какую-то транзитную сеть, это должно быть включение напрямую, мы сейчас с вами увидим, почему. В продуктивном внедрении кластер контроллера всегда состоит минимум из трех штук. Опять же, мы с вами немножко поговорим, почему именно это происходит. В нашем случае, поскольку нам нужно было организовать в лаборатории отдельную, ни с чем не пересекающую ICI-фабрику, мы не смогли обеспечить такого рода кластер, поэтому у нас будет лабораторное внедрение на базе одного EPIC. Это почти ни на что не влияет с точки зрения запуска, необходимые оговорки я дам в протезе. В качестве уровня SPINE, уровня LIV, я специально сделал для вас справочный слайд, не буду сейчас на этом в подробностях останавливаться, ограничиваясь, скажем, комментарием, что та линейка или та номенклатура LIV-коммутаторов, которая у нас сейчас есть, во-первых, по скоростям закрывает скорости от 100 мегабит в секунду до 100 гигабит в секунду на уровне доступа, да, то есть у нас очень большой диапазон по скоростям, по производительностям. И, с другой стороны, эти коммутаторы могут использоваться как в ICI-режиме, так все они могут использоваться и в режиме NXOS. Поэтому наше оборудование для ICI-фабрики, оно является универсальным, оно является устройством, так сказать, двойного применения. И в дополнение к тому, что я только что перечислил, так же сейчас вот-вот появляется оборудование, в принципе, стало доступным к заказу, оборудование для 400 гигабитных ICI-фабрик, но я думаю, что это может быть для наших заказчиков пока чуть рановато для практического обсуждения. Что мы имеем на самом деле в лаборатории, чем мы с вами будем пользоваться на протяжении сегодняшних демонстраций? Минимальная ICI-фабрика с учетом отказоустойчивости – это два спайн-коммутатора, два лифт-коммутатора. Собственно, вот это у нас с вами и будет. И лифт-коммутаторы, и спайн-коммутаторы у нас в нашей фабрике старые, первого поколения. На процесс запуска это никак не влияет, и вообще ICI-фабрика при всем том, что оборудование за время ее существования развилось, изменилось очень сильно, она сохранила полную преемственность, и вы можете сочетать оборудование разных поколений в одной и той же фабрике. А к нашим лифт-коммутаторам подключен один EPIC-контроллер, который мы сегодня с вами будем запускать. Он подключен к сети управления, и помимо этого к нашим коммутаторам доступа сделаны внешние сетевые подключения к нашему опорному коммутатору в лаборатории, через который мы будем обеспечивать взаимодействие на третьем уровне, а потом на этапе рассказа про миграцию и на втором уровне. К нему подключены наши невиртуализированные серверы, и к нему подключен виртуализированный сервер, на котором мы будем показывать в среду, то, как мы обеспечиваем запуск нашей инфраструктуры, нашу увязку с виртуализированием. Обратите внимание, это хорошая практика, и если вы будете идти по этому пути, то вы, с одной стороны, себе сэкономите силы и время, а с другой стороны, вы обеспечите себе хорошую степень надежности, у нас все подключения сделаны, во-первых, продублированные построением распределенного агрегированного канала, то есть то, что на жаргоне сейчас называется VPC, то есть у нас строится, как видите, от серверов, от ESX-хоста и от каталиста, строится порт-чанел, приходящий на два коммутатора. И второе, обратите внимание, здесь перечислены номера портов, которые используются, эти номера совпадают для подключения в оба коммутатора, и мы с вами увидим, почему это удобно. Вы не обязаны так делать, конечно, но вы сильно будете себе признательны, если вы построите подключение именно таким образом. С чем нужно подготовить, с чем нужно прийти к запуску ECI-фабрики, то есть что нужно подготовить заранее? Естественно, нужно выполнить коммутацию, как мы с вами видели, и на этапе, когда вы выполнили коммутацию, в дополнение к тому, что обычно делают, когда монтируют оборудование, очень-очень-очень важно зафиксировать серийные номера оборудования, которые у вас будут являться первым коммутатором, вторым коммутатором и так далее, то есть коммутатором, который вы, например, определенным образом разместили по стойкам, или коммутатором, который вы подключили к определенным портам оборудования. Почему это важно, мы с вами сейчас увидим. Далее, крайне-крайне-крайне желательно, хотя и не на 100%, обязательно выделить по два адреса в сети управления на каждый контроллер и по одному адресу в сети управления на каждый коммутатор. В отличие от некоторых других решений, мы не используем сеть управления для того, чтобы построить взаимодействие между коммутаторами и контроллером, но, тем не менее, подключение к сети управления для коммутатора в том числе крайне желательно. Подключение к контроллеру не только с точки зрения его основного продуктивного порта, но и для порта того, что называется SIMS, то есть порта для out-of-management самого сервера. Также крайне-крайне желательно вы будете благодарны себе, если вы так сделаете. Соответственно, необходима информация о внешних серверах, из которых с самого начала желательно иметь прямо под рукой адрес NTP-сервера, адрес DNS-сервера. Ну и, соответственно, некоторые еще дополнительные параметры, которые мы с вами сейчас проговорим по мере того, как мы будем делать запуск фабрики. Кроме того, в ICI всегда очень важная вещь, поскольку ICI – это архитектура в огромной степени построенная вокруг не каких-то числовых настроек, номеров иланов или номеров еще чего-то, но и вокруг имен, прежде всего. Очень важно продумать сразу схему именования. Как вы будете именовать ваши коммутаторы, как вы будете именовать ваши логические конструкции, которые делаются внутри фабрики и так далее. Мы это с вами сейчас увидим на практике. Пример, который будет на следующих двух слайдах – это данные для запуска той фабрики, которую мы с вами будем инвентализировать сегодня. Вы, в принципе, сможете эти же слайды использовать для себя как рабочие шаблоны, когда вы захотите сделать такое же внедрение у себя. Итак, у нас есть информация о наших контроллерах. Видите, в данном случае я табличка сделала на три контроллера, но она мне заполнена только одной строчкой, потому что у меня лабораторная система, где контроллер только кричит одной штуки. Соответственно, адрес, шлюз, адрес 77. Обращаю внимание, что шлюз у каждого эпика, шлюз по умолчанию, может быть своим. Мы можем каждый контроллер, равно как каждый коммутатор, с точки зрения сети управления, поместить в свою сеть. И они совершенно не обязаны находиться в одной подсети внутри цода, и уж тем более они не обязаны находиться в одной подсети, если вы их разбросали между цодами в рамках архитектуры Малтипод, про которые будет разговор далее. Вам нужно каким-то образом будет подключиться к эпик для первоначальной настройки, и это единственное физическое подключение, что-то похожее на физическое подключение, которое вам потребуется в процессе запуска фабрики. Если у вас есть сеть, допустим, из сотни коммутаторов и трех эпиков, то вам достаточно на этапе запуска сети подключиться к этим трем эпикам тем или иным способом, а коммутаторам вам даже подходить не понадобится, просто смонтировали их, записали серийники и ушли. Итак, у нас перечислены наши модели наших коммутаторов, желаемые номера, которые мы им выдадим. Сейчас мы поговорим про то, что это такое. Желаемые имена, которые мы им хотим назначить. И ряд параметров, которые здесь перечислены, мы с вами прокомментируем чуть-чуть позже, обсудим чуть позже, когда я уже запущу фабрику, и у нас будет время как раз, пока мы будем ждать, пока поднимется контроль. Итак, давайте на этой точке мы с вами прервемся со слайдом и посмотрим на живую систему, если у нас все хорошо с доступом в нашу лабораторию, если все хорошо работает. Я сейчас нахожусь на консоли моего контроллера. Я использую функцию IPKVM-7C, то есть я сейчас нахожусь, по сути, в режиме эмуляции удаленной клавиатуры и монитора для моего контроллера. Я, в принципе, мог бы находиться и прямо физически в СОДе с клавиатурой и монитором, подмышкой. И зачастую именно так это и выглядит, когда мы делаем какие-то пилотные внедрения. Итак, мы запускаем setup script. Он выглядит похоже, наверное, на то, к чему вы привыкли, например, запуская наши, скажем, наши мутаторы или марштизаторы. Сейчас придется чуть-чуть подождать, пока нам задали первый вопрос. Итак, какую информацию мы вводим? Информацию, нас просят имя фабрики. Можем, например, его поменять для ясности, сказать, что будет ACI Fabric 2, потому что у меня уже фабрик 1 есть рядом. Параметры я сейчас пока комментировать не буду. Я сейчас их введу сначала без объяснения, а потом мы с вами на следующем слайде уже поговорим про это более подробно. Спасибо. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот я ошибся во вводе. Соответственно, сейчас я покажу, что делать, если вы сделали ошибку при настройке один из вариантов. Вы можете дойти до конца и сказать, что вы хотите пройти через Setup Script данных. Продолжение следует... Все. Наш контроллер стартует с новыми настройками, это займет несколько минут. Пока это происходит, давайте чуть-чуть разберемся в том, что только что произошло. Что именно мы делили, что именно означают эти настройки. Если вы делаете запуск в одиночной фабрике, то вы, соответственно, оставляете номер пода, номер фабрики по умолчанию в единичке. Если вы делаете продуктивное внедрение, то у вас явно число контроллеров не как у меня один, а больше. Наверное, это будет либо три, либо какая-то большая цифра. Соответственно, по умолчанию он предлагает три. Указываете на каждом контролле свой номер. То есть, если вы запускаете кластеры с трех контроллеров, то делая эти операции для первого, второго и третьего, вы, соответственно, указываете идентификатор контроллера один, два и три. Далее, если вы... он вам предлагает имя, которое вы можете оставить по умолчанию, это ничему не противоречит. Важные настройки, которые вызывают вопросы. Во-первых, это адресный пул. Адресный пул крайне-крайне-крайне-крайне рекомендуется, чтобы он не пересекался с адресами вашей основной продуктивной сети. Есть ситуации, в которых вы можете допустить такое пересечение и за это не поплатиться, но лучше этого не делать. Всегда можно найти необходимый адресный диапазон, тот или иной, который вы примените для внутренней адресации. Почему есть пожелания или требования отсутствия пересечения? Потому что у вас и ваши контроллеры, и хосты, если они имеют доступ к инфраструктурному транспорту, например, скажем, хосты на базе VX-Lan транспорта, смотрят, как правило, одной ногой или одним интерфейсом внутри фабрики, другим смотрят в вашу внешнюю сеть, и у вас возникнут проблемы или конфликты с точки зрения логики маршрутизации. То есть ваш, например, APEC не будет знать адрес, относящийся к данному инфраструктурному диапазону, идет ли речь про обращение из внешнего мира с этого адреса, либо речь идет про взаимодействие с IPA. Так что, пожалуйста, выберите адресный диапазон и, пожалуйста, выберите его с VX-16. Опять-таки, если у вас небольшое внедрение, либо если у вас внедрение с определенными функциональными ограничениями, вы можете позволить себе использовать меньший адресный диапазон. Но если вы не знаете, что вы делаете, используйте VX-16, и не искушайте судить, потому что сменить эти настройки в процессе функционирования фабрики вы не сможете. А еще одна вещь, которую тоже нужно обеспечить или, скажем, выбрать на этапе запуска, это так называемый инфраструктурный VLAN, инфра-VLAN. Это VLAN, который также, с одной стороны, не должен пересекаться с вашими существующими VLAN-ами, которые задействованы в вашей инфраструктуре. С другой стороны, он должен поддерживаться на коммутационном оборудовании, которое вы предполагаете, что будете когда-нибудь включать в фабрику. Что я имею в виду? Например, на коммутаторах CISCO, на фабрик-интерконнектах CISCO, в зависимости от модели, в зависимости от типа, есть разные диапазоны зарезервированных VLAN-ов, то есть VLAN-ов, для которых вы не сможете обеспечить транспорт. Это может не являться для вас проблемой первоначально, потом вы, например, захотите сделать внедрение на базе, скажем, OpenStack хостов или контейнерных сред, или чего-то еще, что потребует прокладывания, простраивания транспорта для инфраструктурного VLAN-а до сервера, если этот VLAN у вас зарезервирован на коммутационном оборудовании, которое стоит между ICI-фабрикой и сервером, вы этого сделать не сможете, и это будет проблемой. Поэтому, опять же, выберите какой-то номер, который вами не используется, но не является зарезервированным. Я в своих демонстрациях всегда использую номер 3900. В нем нет ничего волшебного, но он не зарезервирован ни на одной модели коммутаторов, которые мне были бы известны, и он, как правило, у заказчиков всегда свободен. Так что, ну, вы смотрите за. И последнее, но это обычно является меньшей проблемой, нужно указать диапазон мальтикастовых адресов для внутреннего транспорта. Он также должен не пересекаться с тем, что используется у заказчиков, но большинство заказчиков даже, скажем так, не очень приоритизирует тему мальтикаста, поэтому это обычно является меньшей проблемой. Все. И мы, собственно, настраиваем адрес контроллера в сети управления, что логично, потому что нам нужно знать, как мы до него будем достукивать. Все. После того, как мы это сделали, контроллер автоматически стартует, и первоначально на этапе запуска фабрики мы настраиваем только контроллер номер один, то есть эпик первый. Собственно, в нашем случае у нас он один-единственный. Если бы у нас был полноценный кластер из трех эпиков, то в этом случае после того, как мы сделали обнаружение фабрики или хотя бы обнаружение первоначального куска фабрики, мы точно такую же операцию прогоняем на втором и третьем эпике и повторяем все те же самые настройки, за исключением, ну, естественно, собственно, их адресов в сети управления, которые, понятное дело, у каждого будут свои. Вся необходимая сборка кластера, то есть обеспечение отношений между участниками кластера контроллеров, подключенных к фабрике, происходит автоматически. Мы с вами увидели бы, как у нас через интерфейс контроллера мы видим появление второго контроллера, третьего контроллера в кластере, видим, как они синхронизируются, статус становится зеленым, все становится хорошо. Как вообще между собой увязанные, как между собой вообще взаимно соотносятся контроллеры в кластере, есть ли среди них главные, есть ли среди них активные, остальные являются резервными. Нет. Контроллеры все три, если у вас их три, равноправные. Каждый является активным для каких-то информационных элементов и резервным для каких-то информационных элементов. Это делается с помощью так называемой технологии шардирования. Но для вас, как для администратора, это никоим образом неважно и незаметно. Вы любое управляющее взаимодействие как на чтение, так и на запись можете производить с любым из контроллеров, которые сейчас есть в кластере, а то, что при этом происходит необходимая синхронизация между контроллерами, это уже происходит за широм, и вам это не видно. Контроллер является точкой управления через графический интерфейс, контроллер является точкой управления через программный интерфейс, и точно так же через программный интерфейс вы можете обращаться к любому из контроллеров в кластере, и, соответственно, все необходимые операции записи и чтения вам будут выполнены. Давайте посмотрим, что именно у нас произошло за это время. Может быть, у нас уже собралась наша, уже стартовал наш контроллер. Что произошло в нашей лаборатории? Ну нет, он еще на самом деле находится в процессе запуска, это вижу, но давайте уже постепенно, давайте пробуем открыть его веб-интерфейс. В крайнем случае мы с вами увидим, что именно происходит, когда вы пытаетесь это сделать слишком рано. С вами далее, если я правильно помню, 81-й адрес. Мы получили, мы уже видим графический интерфейс контроллера. Пока не забыл, настоятельно рекомендуется в качестве браузера использовать Chrome. То есть есть мелкие отличия между современными браузерами, к сожалению, которые приводят к тому, что для разных веб-приложений есть разные рекомендации, но вот конкретно для этих контроллера рекомендуемым браузером является Chrome. Попробуем к нему подключиться. А, вот у нас уже стартовал. Почему я говорю попробую? Потому что компоненты внутри контроллера устроены таким образом, что у вас веб-сервер стартует чуть раньше, а база данных, которая обслуживает функционирование контроллера, требует чуть большего времени, поэтому если вы пытаетесь обратиться к контроллеру после его запуска слишком рано, вы получите какую-то информацию о том, что у вас там аутентификационная база, что-то вам такое не смогла сделать, вам просто нужно подождать лишние полминуты, все будет хорошо. Итак, мы с вами подключились к контроллеру. Он находится на более или менее последней, ну, на почти последней версии 4.2.3.J. Одна из удобных штук, которая теперь есть в VCI, то, что прямо на этапе подключения вы получаете информацию о том, что же нового произошло за последнее время с функциями контроллера. И прямо отсюда вы можете запустить первоначальный запуск фабрик. То есть теперь есть очень удобный визор, который позволяет вам из единого интерфейса обеспечить все первоначальные функции, то есть не забыть сделать все, что вам нужно сделать в первой деле. А первое, что нам нужно сделать, собственно, собрать фабрику, потому что контроллеры мы подключились, но нам хотелось бы, чтобы еще и коммутаторы были. Видим, что у нас обнаружен один коммутатор. Это нормально. У вас всегда первоначально количество обнаруженных коммутаторов равно ровно одному. Почему, сейчас скажу через некоторое время. Но давайте сначала вернемся к нашей картинке, к нашему списку с номерами коммутаторов. Соответственно, вот мы смотрим, видим, что коммутатор, который у нас обнаружился, это лиф первый. То есть то, чему мы хотим... Видите, мы видим серийный номер, заканчивается на TMD5. Мы видим, что по нашему плану внедрение и развертывание это лиф первый с номером 101. Это мы сейчас и укажем. Номер 101. Имя лиф подчеркивание 1. Статус поменялся на register. И ждем. Это займет некоторое время. А мы, пока он этим занимается, в принципе, можем чуть продолжить разговор про то, как происходит сборка фабрики. Ой. Прошу прощения. В рамках запуска фабрики, то есть того процесса, с которым мы сейчас находимся, используется несколько стандартных базовых механизмов знакомых сетевикам. То есть мы обеспечиваем... Мы обнаруживаем связность по LLDP. То есть мы видим, какие коммутаторы к нам подключены. Мы выдаем им адреса на инфраструктурном, на лупбеке в инфраструктурном VRS, то есть в андерлейной адресации, автоматически под DHCP. После того, как этот адрес выдан, коммутатор получает этот адрес, строит связь с контроллером, становится активным. И после этого, когда он стал частью нашей уже управляемой фабрики, процесс обнаружения фабрики в дальнейшем идет от той части, которую мы уже обнаружили. Нетрудно понять, что если у вас фабрика состоит из одного модуля, то есть из одного блока спайн-лиф, то на самом деле, независимо от ее размера, у вас такого рода процесс займет три этапа или три волны, если угодно. На первом этапе мы обнаруживаем один из лифт-коммутаторов. Почему один, сейчас скажу. Дальше, вслед за ним, мы обнаруживаем все спайн-коммутаторы, настраиваем их. После этого, на третьем этапе, мы обнаруживаем все оставшиеся лифт-коммутаторы. То есть у вас время обнаружения фабрики, оно от числа устройств фабрики практически не зависит. Почему используется, почему мы обнаружили на первом этапе только один коммутатор? Потому что Epic подключен двумя ногами, двумя интерфейсами к двум коммутаторам, но логика этого подключения – это тимминг по логике ActiveStandby. То есть это Linux bonding, при котором у вас активен в каждый момент только один коммутатор. Каждый один интерфейс, прошу прощения. И мы, соответственно, обнаруживаем первоначально тот коммутатор, который за активным интерфейсом находится. Так, возвращаемся к нашим табличкам. Видим, что у нас спайм первый заканчивается на 0, спайм второй заканчивается на 27. Вот мы сейчас это дело зарегистрируем. Обратите внимание, наш уже зарегистрированный ЛИФ-коммутатор получил свой инфраструктурный адрес. Мы его не задавали вручную. Вот этот адрес в андерлейне сети, то есть в инфраструктурном диапазоне, он выдан автоматически. То есть нам никоим образом не пришлось его вручную описывать. Когда нам понадобится задать адреса вручную, естественно, это когда мы дойдем до задания адресов сети управления, если мы вообще хотим настройку сети управления делать. Но, как правило, мы хотим. Как правило, это удобно и полезно. И сейчас осталось еще чуть-чуть подождать до момента, когда у нас появится информация о последнем в процессе обнаружения нашем коммутаторе. Что может пойти не так в процессе обнаружения фабрики? По практике почти всегда проблема обнаружения фабрики связана с одним из двух обстоятельств. Первое. Если у вас оборудование, которое уже раньше было в части фабрики, не было правильно, что называется, стерто или сброшено, при этом было в части фабрики, в общем случае не означает, что оно было напрямую как бы инициализировано в составе фабрики. Потому что информации, которую коммутатор получает по LDP, ее может быть достаточно для того, чтобы он уже получил некоторую конфигурацию от фабрики, которую потом, если вы делаете внедрение с другими параметрами, не позволит вам успешно сделать сборку. Поэтому в этом случае нужно зайти на коммутатор, запустить соответствующую команду для стирания конфигурации, изолировав его от всех внешних интерфейсов, и потом, соответственно, его снова подключить, и все у вас будет хорошо. Вторая вещь, которая может пойти не так, это любые вещи, связанные с LDP. Наиболее часто встречающийся сценарий, при котором такого рода проблемы возникают, это сценарий, при котором у вас казался неправильно настроен ваш сетевой адаптер контроллера как сервер. Контроллер физически это программное аппаратное устройство, то есть это сервер Tysk UCS C220, соответственно, поколение M3, прошу прощения, M4 либо M5 в зависимости от модели APIC. И он использует Tysk WIC, то есть Virtual Interface Card, для того, чтобы обеспечить отключение к фабрике. Так вот, если вы, например, заменяли WIC на взятый откуда-то со стороны, либо вы сами пошли в настройки и что-то сделали, вы можете оказаться в ситуации, когда у вас Virtual Interface Card не пропускает LDP фреймы, вседает их, потому что WIC в зависимости от настроек может сам выступать в качестве участника обмена по LDP. Если это сделано, у вас не будет происходить обнаружение. Сегодня самый лучший способ диагностики как этого сценария, так на самом деле сценарий, о котором я говорил перед этим, это запустить вот эту команду LDP2 на APIC, на чтение, на in, на out, то есть увидеть, что мы отсылаем, увидеть, что мы получаем, понять, есть ли видимость в обе стороны. Обычно этой информации достаточно для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Ну, понятно, прежде чем открывать сервисный запрос в нашем центре информационной поддержки. Давайте убедимся, что наша сборка фабрики закончена. Да, мы обнаружили последний коммутатор. Займем его номер 102. Лип 2. Все, значит, начался процесс регистрации. В принципе, на этом можно сейчас уже с этим интерфейсом закончить. Нам не обязательно дожидаться, пока у нас все они станут активными. Следующее. Мы с вами говорили о том, что внутри фабрики внешние маршруты распространяются через многопротокольный BGP. Как все мы понимаем, для того, чтобы внутри фабрики работали соседства по BGP, поскольку мы, наверное, не хотим, чтобы все строили отношения со всеми, нам нужны рут-рефлекторы. Соответственно, это мы с вами сейчас и настроим. Мы указываем номер внутренней автономной системы. Например, в нашем случае будем использовать 6510. И указываем, какие коммутаторы будут являться рут-рефлекторами. Это всегда спайны. Если спайнов много, мы в общем случае можем не все из них назначить рут-рефлекторами. Но здесь у нас их два, и мы, соответственно, их оба назначили рут-рефлекторами. Все хорошо и логично. Далее. Сейчас убедимся, что у нас закончился процесс оборужения. Да, все наши... А, но последнее началось. Давайте пока настроим DNS. DNS настраивать не полностью обязательно, но крайне желательно. Это позволяет вам, в частности, связку с, допустим, рецентром, связку с еще какими-то внешними сервисами делать по FKDN именам. То есть по символическим именам, а не с использованием числовых адресов. Вказали адрес DNS сервера, вказали домен. Настроили DNS. И настраиваем NTP. NTP настраивать крайне желательно. Все больше и больше вообще современных продуктов в IT делают использование NTP почти обязательным требованием. Конечно, вы можете поддерживать корректное время руками, либо надеяться на то, что оно у вас как-то не разъедет слишком сильно. Но если есть возможность, она почти всегда есть, используйте NTP сервера. Давайте мы укажем правильную таймзону. С вами находимся в Европе, в Москве. И укажем NTP сервер. Давайте я загляну в себя в паргалку. Замечательно. Мы с вами настроили NTP. Так, убедились, что у нас, да, успешно видны все наши коммунаторы. Все хорошо. И давайте выполним настройку адресов сети управления. Как можно поступить? Во-первых, вы можете настраивать адреса по отдельности. То есть вы можете снять вот эту галочку Select All и по отдельности выбирать каждый коммутатор и для него делать настройку. И во многих случаях это может быть более правильный путь. Но сейчас мы немножко схитрим и настроим для них адреса одним действием. Мы сейчас с вами увидим, как это делать. Мы указываем, у нас есть список наших коммутаторов, которые обнаружились. Мы для них указываем, на секундочку, сейчас опять же гляну в свою табличку. Да, указываем первоначальный адрес. 10-5-30-101-24. А указываем шлюз по умолчанию. И мы с вами видим, что у нас сразу сгенерировались настройки для каждого из наших коммутаторов. После этого мы говорим Save and Continue. И тем самым мы выдали адреса для всех наших, как бы назначили адреса для всех наших коммутаторов. Все. Последний раздел, в который имеет смысл заглянуть, это глобальные конфигурации. Мы сейчас с вами, после того, как закончим этот запуск, посмотрим, где они живут. И они являются рекомендацией. То есть они не являются чем-то, что вы обязаны сделать, но они являются настоятельно предлагаемыми. Соответственно, вы можете включить ряд функций, которые здесь описаны. На самом деле, мы сейчас не будем тратить время на кликанье по галочкам. Оставляем вам это как домашнее упражнение. Узнать, что каждый из них делает, потому что, как вы видите, понимать, что вы делаете, что именно означает каждая галочка, всегда не вредно. То есть за каждой из них, на самом деле, стоит интересная история, за каждой из них стоит интересная функциональность. Сейчас мы это пока трогать не будем, на этом ограничимся. Все. Мы с вами сконфигурировали фабрику. Мы можем посмотреть, как выглядит ее состав, как выглядит ее топология. Мы, если посмотреть, собственно, на топологию раздела Topology, он вам покажет просто поды. То есть покажет модули, из которых у вас стоит ваша фабрика. И, соответственно, в пределах модуля мы видим наши коммутаторы, спайны, лифы и эпики. Эпики, да, соответственно, точно так же могли бы отдельно посмотреть топологию по каждому из подов, если у нас их несколько. Заглянув в раздел Fabric Membership, почему? Потому что тот визор, с помощью которого я делал обнаружение или, скажем, давление коммутаторов, он появился в сравнительно новых версиях программного обеспечения. Если вы используете что-то более старое, то вот этого, этих экранов, предыдущих, через которые мы проходили, вы не увидите. И главное, собственно, что вам нужно сделать, то есть обнаружение фабрики, вы будете делать не через этот визор, а будете делать через тот интерфейс, в котором я сейчас нахожусь. То есть у вас будут появляться коммутаторы, которые не зарегистрированы, они будут появляться вот в этом разделе, Node Spending Registration. В более старых версиях софта это просто был единственный, единый список, в котором были просто показаны вам инициализированные, и неинициализированные ноды. И вы должны были встать на каждую из них и зарегистрировать ее, то есть дать необходимые конфиграционные параметры. Это, в принципе, не сложнее, но просто тот путь, как это сделано сейчас в новой версии, он мешает вам, что ли, потеряться и пропустить какие-то важные функции в процессе запуска. Так, хорошо. То есть мы с вами настроили ICI-фабрику, ее уже можно знакомиться с ее интерфейсом. Давайте для разнообразия, секундочку, вернемся к слайдам и поговорим немножко уже о том, что нам будем делать для организации связок. Как сопоставить то, как работает ICI с тем, как работает традиционная сеть? В традиционных сетях на базе, например, двухстороннего VPC, обычно у нас есть уровень агрегации, на котором находятся наши коммутаторы третьего уровня, то есть где находятся шлюзы по умолчанию, где находится L2, L3, демаркация. И у нас есть коммутаторы доступа, которые являются чистыми устройствами второго уровня. Обычно и то, и другое организованы VPC домены, соответственно, для этого мы строим перлинки и L2 портченовы между ними. Как я уже говорил, маршрутизация осуществляется в центре. Для того, чтобы обеспечить необходимую связность для нагрузок, подключенных в конкретных VLAN-ах на уровне доступа, мы должны эти VLAN-ы добавить на транки, идущие до уровня агрегации. И применение политик у нас происходит в центре, то есть фильтрация происходит в виде списков доступа только между VLAN-ами. В ACI-фабрике модель отличается с нескольких точек зрения. Но давайте посмотрим, давайте считать отличия. Во-первых, мы видим, что у нас нету нигде этих перлинков. То есть у нас в том числе и на уровне доступа, где у нас обеспечивается явно подключение по VPC, как с вами видим по схеме, все равно нету соединений между коммутаторами. Первое. Второе. То, что мушетизация, как мы с вами уже говорили, выполняется в распределенном режиме. То есть точка демаркации между L2 и L3 находится не на уровне центральных коммутаторов, а на уровне доступа. Далее. Никаких VLAN-ов сквозных мы не простраиваем. И вообще в одном и том же L2-сегменте у меня запросто могут находиться, например, устройства, подключенные с VLAN ID 100 на одном коммутаторе, и VLAN ID 200, например, на другом коммутаторе. Это вообще ничему не противоречит. То есть у нас эти идентификаторы имеют локальную значимость в пределах коммутатора, или даже в определенных случаях в пределах порта. Но и важным отличием с точки зрения того, что мы сейчас будем дальше настраивать, является то, что если в традиционном дизайне у вас ваша топология ваших сетевых сущностей, то есть VLAN-ов, по сути, повторяла физическую топологию сети, то есть мы могли проследить, как каждый из VLAN-ов у нас простроен через теле-нейтран. То в случае с ACI мы типично много говорим про то, что мы что-то включаем в ту или иную бридж-домен, что-то включаем в тот или иной VRF, абсолютно не задумываясь о том, чтобы обеспечить этим понятием какую-то, так сказать, географическую привязку в мути нашей фабрики. То есть у нас есть логическая модель, которая построена вокруг VRF-ов, понятие, которое мы с вами знаем из традиционной сети, бридж-доменов, которые с некоторой натяжкой можно считать аналогом VLAN-а или, скажем, подсетями. Про это мы сейчас поговорим более подробно. А включение конечных нагрузок происходит через промежуточную сущность или промежуточную конструкцию, которая называется VG Endpoint Group, и все связи физических либо виртуальных подключений с этими мотивыми конструкциями осуществляются через вот этот промежуточный слой Endpoint Group. Про них мы сейчас с вами более подробно, конечно, проговорим. Такой подход позволяет нам разнести, по сути, в разные миры и в разные зоны управления всю логическую иерархию, связанную с тенантами. Поговорим сейчас, что это такое VRF-ами, бридж-доменами и связанными с ними IPG. И в другой блок, или, скажем, в другую зону эксплуатации все вещи, связанные с физикой. То есть порты, агрегированные каналы, агрегированные каналы между коммутаторами, то есть VPC и прочее, прочее, прочее. В большой организации это означает, что мы с вами можем выделить управление сетевой логикой, сетевой физикой людям из разных подразделений. То есть вы можете, если в обычном случае у вас назначение VLAN на определенный порт является действием, которое одновременно и придает этому порту функцию и обеспечивает некоторую дальнейшую логику, связанную с помещением этого сервера в какую-то зону безопасности и так далее. В случае с ACI эти вещи разнесены. Вы можете отдельной команде, которая ближе к физике, к кабельным подключениям и так далее, выдать вещи, связанные с эксплуатацией парсуси-портов. И отдельной команде можете выдать вещи, связанные с потреблением этих портов. Сейчас мы с вами увидим это более подробно на примерах. Мы с вами уже говорили про VPC. Думаю, что многие из присутствующих имеют тот или иной опыт работы с коммутаторами Nexus и примерно 100% тех, кто использует Nexus, используют VPC. В чем отличие? И в чем общее? И там, и там. VPC означает распределенный агрегированный канал, распределенный порт-ченел к двум разным коммутаторам доступа. Отличие в том, что нам не требуется перлинг. Вы просто указали в интерфейсе, мы с вами сейчас это и будем делать, на один коммутатор, на другой сказали, вы теперь, товарищ, являетесь в IPC-домен. И они стали в IPC-домен. В остальном, так же, как и с обычной IPC, вы можете иметь двойные подключения, можете иметь подключения обычные, аналогичные, скажем, понятия orphan-хостов на наших традиционных Nexus-ах. Сейчас посмотрим на это более подробно. Далее. Мы с вами говорили про порты как источник, или, скажем, интерфейсы, как источник в некотором смысле ресурсов с точки зрения ECI-фабрики. Через что это реализовано? Через механизм так называемых доменов и тача-бланти-профилей. Домен, ближайшим аналогом, пожалуй, является, скажем, команда, скажем, домен и тача-бланти-профиль суммарно образуют вместе что-то похожее на результат работы команды Switchport, Trunk, Cloud, VLAN. Такие-то, а именно, домен представляет собой набор VLAN-ов, помноженный, или, скажем, сопровождающийся функциональными ограничениями его использования и сопровождающийся ролевыми ограничениями с точки зрения доступа к нему администратора. То есть мы можем сказать, например, что данный домен позволяет использовать VLAN-ы с сотого по двухсотой для создания маршрутизируемых подключений и доступен для использования только администраторам, которые имеют права в домене безопасности с таким-то именем. То есть тем самым мы можем разграничить и функциональное применение, и то, кто этим может воспользоваться. То есть мы превращаем VLAN-ы из сущности, которая смешивает себя коммутацию, безопасность, там, и еще что-то. В данном случае VLAN-ы, как пул внутри домена, представляют собой, по сути, элемент ресурсной модели. Как домены привязываются к портам? Через конструкцию, которая называется Touchable Entity Profile. Она представляет собой просто список доменов и привязывается к портам, к порт-ченелам, к VPC. Тем самым, привязывая определенный Touchable Entity Profile к тому или иному порту или агрегированному каналу, вы говорите, на этом порту, на этом агрегате вы можете использовать вот такой набор VLAN-ов, ну, или вообще говоря, VXLAN-ов. И можете их использовать вот для таких задач, и доступны они будут для использования вот таким администратором. Нужно ли вам в вашем случае всегда делать такую сложность? Зависит от ваших задач. Если вы хотите все сделать просто, вам никто не может запретить использовать один единственный домен, типа физический домен, то есть домен для невиртуализированных подключений, поместить его в один единственный Touchable Entity Profile, который вы используете для привязывания на всех портах, и на этом ограничиться. Но, скорее всего, на самом деле вам еще придется где-то привязать роутен домен, потому что вы, наверное, все-таки захотите сделать маршрутизацию с внешним миром, но то есть вы не обязаны владеть эти конструкции без необходимости. Если вы представляете, если вы делаете какое-то, ну, скажем, операторское внедрение, в котором вам нужно размахнуться с ролевым доступом, то, пожалуйста, вы это можете сделать с использованием тех конструкций, про которые я сейчас говорил. Давайте, наверное, посмотрим на то, как это делается на практике. У нас, если вернуться к нашей схеме, предполагалось подключение наших серверов агрегированными каналами, то есть у нас есть, например, наши сервера database, подключенные к 21-м портам, в подключенных к 41-м портам на обоих коммутаторах. Почему, еще раз, нам удобно иметь одинаковые номера портов, вы увидите прямо сейчас. Конструкции, связанные с настройкой портов доступа, или, скажем, с настройкой политик доступа, как это называется на языке ECI, в ECI-инфраструктуре или в интерфейсе EPIC можно создавать большим, огромным количеством способов. Мы сейчас с вами пройдем по одному из, на мой взгляд, более простых, а потом на следующих этапах посмотрим, что у нас в результате создалось в модели политик, и поймем, как это можно делать уже руками по-другому. Но сначала создадем EPC-домен. И из вас, кто делал это на обычных коммутаторах, знают, что нам для этого нужно подключиться к одному коммутатору, к другому, настроить перлинк, настроить перкипо-лайфлинк, в общем, много всего. А в нашем случае нам достаточно указать номер домена, пусть будет 101. выбрать первый коммутатор, который в него входит, второй коммутатор, который в него входит. Все. Мы только что создали EPC-домен. То есть видите, насколько это удобнее, чем это происходит в традиционной инфраструктуре. Теперь мы хотим выполнить настройку интерфейсов. В частности, мы хотели бы построить в политике так называемый интерфейс Policy Group, который позволит нам сконфигурировать наши порты для подключения в нужном нам способе. А как это сделать из этого интерфейса? это вы выбираете коммутаторы, для которых вы будете выполнять настройку, и создаете так называемый switch-профиль, который включает в себя 101 и 102 коммутатор. И давайте настроим наши интерфейсы. Например, помните, мы с вами говорили, что мы хотим настроить EPC. Вот мы говорим, идем в режим настройки EPC. Сказываем порт 1.21. И в качестве имени селектора нам удобно выбрать имя, нам удобно выбрать имя, которое как-то нам напоминает о том, чем является наш сервер. Это будет являться сервером. Воздано. Делая, выполняя эту операцию, мы создаем новую, так называемую, интерфейс полисе группы, то есть группу настроек. Главная, единственная настройка, которая нас сейчас будет на данном этапе интересовать, это настройка, связанная с политиками агрегирования. Нам нужно создать новый политик, который включит на наших портах LACP. И давайте мы ее прямо так и называем. Она будет называться LACP Active. Создали политику. Все. И указываем, что сюда будет подключаться. BareMetalHust и будет подключаться. Что нам нужно создать для подключения какой бы то ни было нагрузки, в частности, невиртуализированной, как мы с вами только что видели, нам требуется домен. То есть нам нужно описать домен, и это будет домен, в данном случае, так называемый физический домен, то есть домен, используемый для невиртуализированных подключений. Мы создаем новый домен, который будет называться Hermetal. И указываем диапазон виланов, которые в него заносятся. Например, в данном случае это будут виланы, скажем, 350, 360, потому что не так хочется. Мы только что настроили интерфейсы на наших коммутаторах, поместили их в группу агрегирования. Давайте мы с вами обещали посмотреть, как выглядит диагностика. Давайте попробуем выполнить диагностическое подключение к нашему коммутатору. Прошлое подключение. Сначала подключаемся к служебной вертолке. Что мы можем сделать, как мы можем подключиться к коммутатору? Во-первых, мы можем подключиться к нему через Epic-контроль. То есть мы можем подключиться к нашему Epic и зайти с него. В каком случае это нам пришлось бы делать? В случае, если бы мы, например, не настроили... Если бы вы, например, не настроили адреса управления, в этом случае мы все равно сможем попасть на наши коммутаторы фабрики, просто сделаем это уже по внутреннему транспорту внутри фабрики. Соответственно, можем, например, сказать SSH-LIF1. Мы оказались на нашем LIF-коммутаторе. Те из вас, кто знаком с коммутаторами Nexus, видят, что интерфейс очень похожий на настройки обычного NXOS. Можем сказать, например, show VPC. Увидеть, что наш VPC настроен. Видим, что у нас наш интерфейс в дауне. Сейчас тогда посмотрим, может быть, я где-то ошибся с портальностью взять. Можем посмотреть также show for channel summary. Видим, что интерфейс в дауне, но сама по себе видим, что у нас это привязано к интерфейсу, к минимуму с тем номером, на который мы хотели попасть. Посмотрим. Что еще можем дать из show command? То, что мне сейчас хотелось бы сделать с учетом проблемы, которые я решаю. Могу сказать, show LLDP neighbors. Но вот вижу, что у меня на самом деле на 21 порту не виден neighbor. Надо сейчас посмотреть, что именно у меня происходит с этим сервером, потому что у меня эти сервера под Linux, которые отдают свои имена по LLDP. Видим, что другой такой сервер у меня на 41 порту. Ну, сейчас давайте делаем настройку на 41 порту, и сейчас мы прерваться над рабочим. То есть видим, что диагностический интерфейс очень похож на то, к чему мы привыкли с вами в обычном NXOS. Давайте настроим второй сервер и посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Видим, что политика для настройки портченела у меня уже есть, я ее могу переиспользовать. В качестве физического домена, опять же, у нас он уже есть, мы его можем переиспользовать, нам ничего не нужно заново придумывать. То есть мы, те операции, которые мы делали в прошлый раз, нам их не нужно повторять. Сейчас быстро выполнили все демоны настроек. смотрим, что у нас получилось на стороне нашего коммутатора. видим, что у нас поднялись на самом деле упорченела. Можно посмотреть. Да, то есть это было, это на самом деле отрабатывал бондинг на стороне сервера таким образом. Видим, что у нас за 21-41 портами подкреплены наши серверы. Видим, что у нас... Видим, что у нас настроено... Видим, что у нас успешно собрались наши агрегаты. Я прошу прощения, там был вопрос в Q&A. И тогда я, чтобы не прерваться, надеюсь, что коллеги либо в чате вебоксе, либо в телеграме... Так, хорошо. То есть мы настроили физику. Здорово. Сейчас давайте чуть-чуть еще пройдемся дальше по слайдам и подумаем, как мы сейчас будем настраивать логику. Логические настройки в ACI оформлены внутрь конструкции, которая называется Tenant. Все VRF, бридж-домены, приложения, endpoint-группы все всегда помещены внутрь Tenant. И у вас есть только выбор, вы создаете свой новый, как бы не дефолтный, либо используете тот, который есть уже из коробки, а именно из тех, что есть, как бы уже готовы, их приходят три штуки. Если использовать, то можно использовать common. Но я бы настоятельно не рекомендовал этого делать, не понимая, что вы делаете, зачем вы это делаете. То есть крайне-крайне-крайне настоятельно вам рекомендую, создавайте новый Tenant. Пусть он пока у вас первоначально будет один. Вы, опять же, меня за это поблагодарите. Tenant является контейнером, в который складываются логические объекты, и с ним можно делать много полезных вещей. Вы можете его сохранить, ну, просто сохранить в виде XML или JSON-файла. Вы его можете сделать, его снимок, который потом в дальнейшем восстановите. Вы можете его тем или иным образом склонировать. И к Tenant может быть приклеен домен безопасности, то есть конструкция, которая обеспечивает вам ролевое разделение управления. То есть вы можете тем самым использовать Tenant для изоляции разных подразделений, разных заказчиков, если это какая-то среда для обслуживающего многих клиентов. Это может быть отделение продуктивных и тестовых сред, в случае с банками это может быть, например, отделение, скажем, банковской системы, офисной среды и процессинга, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть обращая внимание, что сам по себе механизм Tenant не тождественен понятию сетевой изоляции. При необходимости между разными Tenant'ами можно сделать связь, и вообще конструкции в разных Tenant'ах могут ссылаться на одни и те же, например, VRF, и если этот VRF помещен в Tenant' Common. Но Tenant является механизм изоляции административной. То есть вы можете сказать, какой администратор к объектам, в каком Tenant'е имеет тот или иной доступ на чтение, либо на запись. Далее, внутри Tenant'а мы создаем VRF. Что такое VRF, я надеюсь, что присутствующие в селе почти все знают. То есть это экземпляр маршрутизации, домен маршрутизации. Из него строятся маршрутизируемые выходы, так называемые L3-ауты, и с ним ассоциируются подсети. То есть с ним ассоциируются бреждомены, что в большинстве случаев примерно эквивалент на понятие подсети. Поэтому сейчас поговорим на следующем слайде. На уровне VRF также включаются, выключаются некоторые функции, в том числе функции безопасности. Вы можете на уровне VRF сказать policy control unenforced, и после этого потребность в использовании так называемых контрактов для того, чтобы у вас происходило взаимодействие, исчезнет. Надо ли так делать? Нет. Настолько, насколько возможно, не поддавайтесь на искушение выключить enforcement и тем самым решить себе проблемы самым простым способом. Более подробно о том, как обойти спецнеобходимость использования контрактов, поговорит завтра Максим. Связанность между разными VRF-ами также может быть построена. Для этого в ICI есть механизм рутликинга. Строится это достаточно, на мой взгляд, удобным способом. То есть вы строите контракт с необходимыми свойствами между разными VRF-ами, и тем самым достигаете одновременно и связанности, и обмена маршрутами. Я уже много раз использовал термин bridge domain. С некоторой натяжкой вы можете считать его аналогом VLAN. В чем он похож на VLAN, в чем он не похож на VLAN? Он является доменом широковещения. В этом смысле это аналог VLAN. В отличие от обычного VLAN, он не обеспечивает бесконтрольного взаимодействия. То есть то, что у нас два подключения оказались внутри одного bridge domain, никоим образом не значит, что эти два подключения смогут общаться между собой. Также bridge domain не является, не ассоциирован с конкретным номером VLAN, понимая под этим, ну скажем, .1Q поле в заголовке пакета. То есть на разных, например, коммутаторах или даже на одном коммутаторе в разных endpoint-группах один и тот же bridge domain может показываться совершенно с разными VLAN ID. И из интересных вещей, наверное, две. То, что bridge domain всегда связан с VRF, даже в случае, если у вас это bridge domain, не предполагающий маршрутизации, это особенность модели политика ECI. Носитесь к этому как данности. В этом нет ничего страшного, просто это так работает. Второе, то, что в качестве имени домена, мы уже с вами говорили про то, что вопрос выбора именования в ECI важный вопрос, в качестве имени домена можно использовать просто номер под сети. Это не делает этот домен каким-то магическим, скажем, магическим предметом. Это всего лишь является компотацией факта, что обычный номер IPV4 под сети, то есть числа, разделенные точками, является корректным идентификатором, корректным именем с точки зрения модели политики ECI, не больше, не меньше. В bridge domain есть ряд важных настроек от того, что вы там сделаете, будет зависеть, вообще говоря, многое. Большой рассказ, выходящий за пределы сегодняшней сессии. Если интересно, я привел ссылку на документы. Ну и, наконец, главная, по сути, конструкция, которая есть в ECI. Это endpoint-группа. Давайте на секундочку вернемся к разговору про сравнение с традиционной моделью сетевых, традиционной сетевой моделью. Если в обычной сети у нас включение происходит непосредственно в ВИЛА, которая у нас доходит до точки марштизации, то в ECI у нас есть бреждамен, то есть что-то, что является, ну, с некоторой натяжкой аналогов ВИЛА, но включение происходит в endpoint-группу. И с одним бреждаменом может в endpoint-групп в общем случае быть соотнесено несколько. То есть у нас есть дополнительный промежуточный слой. Что нам это дает? Это нам, в частности, дает дополнительные функции безопасности и микросегментации, то есть создание сегмента безопасности внутри ВИЛА подсети. Хотите вы этим пользоваться или нет, ваш выбор. И, по сути, здесь и происходит водораздел между двумя моделями использования или внедрения ECI. И об этом мы сейчас чуть-чуть подробнее поговорим. Итак, EPG – это группа подключений. И все политики, в частности, безопасности, применяются именно относительно этой группы. То есть мы, строя правила взаимодействия, описываем их не относительно адресов, а описываем их относительно групп. Все, кто попал в группу, все, кто в ней в данный момент находятся, имеют одинаковые права, одинаковые, скажем, последствия с точки зрения политик взаимодействия. То есть EPG как раз и является, по сути, зоной безопасности с точки зрения политик сетевого взаимодействия. Endpoint группа в текущем своем виде, есть некоторые планы по некоторому развитию этой модели, я не хочу сейчас более подробно это детализировать. В текущем виде Endpoint группа всегда связана ровно с одним реждоменом. Что не означает автоматически, что все адреса в Endpoint группе должны относиться к одной подсети, потому что, в свою очередь, один бреждомен может нанести себе несколько подсетей. Это аналог настройки secondary на VLAN-дорфейсе. На уровне самой Endpoint группы может быть также дополнительным мы можем управлять взаимодействием, можем его полностью открыть, полностью закрыть, либо сделать, контролируемым определенными правилами. Но применительно к задаче, собственно, обеспечения связанности мы можем использовать Endpoint группу просто как продолжение реждомена по схеме один к одному. То есть, возвращаясь к схеме со сравнением с традиционной сетью, мы можем просто эту прослойку в виде PD и PG по сути соединить в одну конструкцию и сказать, мы хотим, чтобы все было как раньше. У нас раньше был VLAN, в который мы стыкались. Очень хорошо, мы теперь будем в каждом бридж-домене делать одну Endpoint группу, можем их называть для удобства одним и тем же именем, и тем самым мы вернулись к модели максимально похожей на то, что было раньше. Либо мы можем делать модель, при которой у нас бридж-домены являются сетевой темой, а Endpoint группа является темой прикладной. А первые модели часто говорят как network-centric модели, а вторую как application-centric модели. Вторая больше дает нам с точки зрения безопасности, но вторая может быть чуть сложнее для понимания сетевыми администраторами традиционными. Вы их, разумеется, можете использовать. Вы можете даже в одном VRF в разных бридж-доменах где-то использовать network-centric модель, где-то использовать application-centric. Опять-таки Максим, когда будет рассказывать про сценарии миграции и внедрения политик безопасности, он эту тему, я предлагаю, упомянет. В случае Endpoint группа может включать в себя и физические подключения, и виртуальные машины, и контейнерные поды. Применительно к невиртуализированным подключениям, включение невиртуализированного сервера в Endpoint группу осуществляется через создание так называемого статического пути. То есть мы указываем на конкретный порт и говорим, на конкретный интерфейс или на конкретный PC, VPC, говорим, вот за этим портом, за этим VLAN у нас находится наш сервер. Давайте мы такую настройку с вами и сделаем. Заодно настроим, собственно говоря, tenant и необходимые сетевые конструкции. Возвращаемся к нашему ESO. Создаем tenant, который будет называться Sprint. Создаем в нем свой PRF. Видим, ничего страшного. То есть, как бы, к вопросу о том, создавать или не создавать tenant, больше разговоров. И создаем два бридж-домена. Давайте посмотрим на нашу картинку с адресацией невиртуализированных серверов. Вот у нас есть две наши серверные подсети. И мы их мы пойдем по пути, который с точки зрения техники настройки является network-centric, да, но при этом с точки зрения именования, все-таки мы сделаем некоторый реверант в сторону того, что у нас здесь уже определены роли серверов баз данных и веб-серверов. То есть мы сразу соответствующие подсети будем называть как DBVS. Очень хорошо. Итак, мы создаем сначала режд-домен, в котором будут находиться серверы баз данных. сразу прямо на нем указываем наш штуг из 532 и создаем вторую, то есть мы создали брежд-домен, и как мы сейчас с вами видим, сразу на нем есть нужный нам подсети. И создаем второй режд-домен, который будет называться веб. Видим вмещаем его в нужный VRF. Опять же указываем шлюз по умолчанию. Все, сделаем. Обратите внимание, мы с вами сейчас в процессе настройки. я создавал при создании, я выбирал VRF, что было бы, видите, что его можно на самом деле не выбирать. Что было бы, если бы я его не указал? Если у вас нету настройки в каком-то поле, либо у вас указана некорректная настройка, то ACI будет пытаться найти объект такого же класса с именем дефолт. Сначала в текущем теннете, а потом в теннете common. Это означает, что если бы мы сейчас не указали имя VRF, то наши брежд-домены ссылались бы на самом деле, хотя мы бы этого не видели в первоначале, ссылались бы на VRF по имени дефолт, который в теннете common живет. Но это касается не только VRF, это касается любых полетов. Так, все, сетевую иерархию мы настроили, можем посмотреть, как она у нас выглядит. Видите, графично показано. У нас есть VRF, в нем есть репорт. Теперь создаем наши npoint-группы. Это всегда нужна конструкция более, ну, как бы, высокого уровня, которая называется application profile. Его назвали, например, на этот акцент, так можно прямо отсюда начинать уже добавлять в PG, но мы сейчас сначала сделаем это по адресу. И добавляем, допустим, нашу application IPG, которая будет называться Web, ссылается на наш Bridge в момент WebD, и мы сразу ему скажем, что я хочу его сделать те самые статические пути, указывающие на наш невиртуализированный сеток. выбираем физический домен, в котором связан наш связан наше подключение. Вот именно этот момент на самом деле как раз и используется для ролевого управления. То есть, если бы я сейчас был администратором с ограниченными правами, если бы я не смог получить доступ к физическому домену BearMetal, это автоматически предотвратило бы попытку создания ссылки, или, скажем, работающие ссылки более точные, на сервер, который подключен через соответствующий BearMetal домен, физический домен. То есть, тем самым, я могу таким образом сделать multi-tenancy на уровне не только коммутаторов, не только портов, на уровне даже конкретных VLAN. Я могу, например, сделать, чтобы у меня администраторы имели некоторый доступ только к метал-домену, который позволяет мне ссылаться на порты, скажем, сотов по двухсоте на коммут ранковом порту, а некоторые на квиланом с двухсотов по трехсоте. То есть, тем самым, если у меня есть подключение к какой-то общей сети, я могу тем самым изолировать то, что доступно тем-лимым администраторам. Так, выбираем путь, настраиваем Web, вот наш Web CPC-полиси-группа, тип включения Access и LAN 350, который мы там в этот Берметал-домен заложили. Отделились. Это подключение первое и создаем подключение второе. Дни. все. Мы подключили наши серверы. И, естественно, нам не нужно каждый сервер было бы делать такую же NPM-группу. Если у нас серверов из подключений много, как у нас в одном Вилане может быть естественно много портов, так и в одной EPG у меня может быть много подключений, то есть в этом случае у меня здесь таких статических путей могло бы быть в общем случае много, то есть я мог бы допустим заново запускать например этот интерфейс, который позволяет мне добавлять новые ссылки на мои статические пути. Так, давайте теперь посмотрим, давайте попробуем сейчас зайти на один из наших серверов. Секундочку. у меня есть адреса в сети управления, которые позволяют мне на эти серверы подать не через ECI-фабрику, чтобы для этой смежности не быть для этой связности не быть зависимым от того правильного настроения ECI. Одну секундочку. Спасибо. Так. Так, все. Я подглядел в табличку адреса в сети управления. Соответственно, я нахожусь на моем сервере. Вот он у меня датабейс-сервер BMDB. Вот мы видим его адрес, который у него смотрит на ECI-фабрику. Мы можем попытаться пропингать наш шлюз по умолчанию. Отлично. Работает. И давайте откроем еще одну сессию. Смотрим на второй сервер. так, ну вот. Возможно, мы с вами где-то сделали ошибку, потому что, видите, что с первым сервером все хорошо. Давайте сейчас глянем. Ну, собственно, хорошо, траблшутинг сейчас будет. Посмотрим, как это выглядит с стороны фабрики. Итак, для начала сервера баз данных. Видим, во-первых, вещь очень полезная, и то, что редко, наверное, увидишь в каких-то обычных сетевых вы можете прямо из уровня этой группы видеть всю информацию о подключении. То есть мы видим, например, что у меня обнаружился endpoint с данным MAC, данным IP-адресом. Видим, что он подключен у меня через агрегированный интерфейс, то есть через мой DB-C. Видим, что подключен данным VLAN. То есть я вижу по нему всю информацию. Если бы у меня было не физическое подключение, например, виртуальной машины или контейнерный под, я увидел бы также и имя этой виртуальной машины либо, соответственно, пода. То есть мы получаем как бы связку между собственным типом нагрузки и тем, что у нас происходит на нашем сетевом уровне. Давайте попробуем посмотреть, что у нас получилось в нашем веб. Видно, что трафик от хоста виден. Давайте посмотрим, не ошиблись ли мы. А, ошиблись, конечно. мы, конечно, ошиблись, потому что мы указали неправильный адрес шлюз по умолчанию. Для этого нам нужно сейчас в нашей L3 конфигурации и забить правильный адрес. пинги идут. То есть мы успешно починили нашу конфигурацию, успешно нашли ошибку. теперь мы хотели бы, чтобы они у нас могли пингать не шлюз по умолчанию, а друг друга. Чуть забегая вперед, более подробно про это будет говорить завтра Максим. В ICI есть такое золотое правило, что пока у вас нету контракта, то есть правила, разрешающие взаимодействие трафика, ходить не будет. Соответственно, для того, чтобы он появился, давайте сначала убедимся, что это выполняется прямо сейчас. Видим, что трафик не ходит, давайте эти пинки прямо так и оставим. Самый простой способ создать контракт, если мы хотим это сделать быстро, сделать это прямо через графические интервью. Сказали, что мы хотим соединить два уровня, обеспечить взаимодействие между группой Web и группой Database, создаем новый контракт, назовем его, например, Web2DB и разрешаем в рамках него, например, весь трафик. Все. Смотрим. Да, у нас пошел трафик, видите, то есть у нас начались пинки. То есть мы успешно обеспечили взаимодействие внутри фабрики. Ура, ура. Последнее, что мне хотелось бы сделать сегодня из таких вещей, связанных с настройкой, это обеспечить взаимодействие с внешним миром маршрутизирования. У меня, как мы помним, есть внешний каталис 3500, который позволяет мне, который обеспечивает для меня внешнюю маршрутизацию. Я для этого использую Вилан с номером 300. Но давайте все в порядке. Сначала посмотрим, как это выглядит на стороне каталиста. Видим адрес, видим, что у меня помещен в SPF. Давайте вернемся в нашу ESI-фабрику и настроим подключение к каталиста. Мы настроим его чуть-чуть по другой схеме, чем то, что мы делали до этого, просто потому, что иначе скучно. Наши коммутаторы, помните, мы с вами создавали вот этот профиль в самом начале. Этот профиль содержит в себе ссылку на так называемый интерфейс профилей, которые включают в себя данные номера коммутаторов, в общем случае может быть много. Тем самым набор настроек, который получает конкретный коммутатор, он может являться комбинацией того, что описано в разных профилях. Это очень удобно, если у вас есть какие-то настройки, которые вы хотите, чтобы приезжали на каждый коммутатор в вашей фабрике, а какие-то должны быть индивидуальными для данного коммутатора. Или, скажем, у вас есть какой-то диапазон портов, на которых вы делаете VPC-подключение, то есть все настраиваете попарно, а какие-то порты настраиваете по отдельности. В нашем случае мы пока все делаем попарно, и мы можем сюда добавить новый селектор. Видите, вот наши VPC, которые мы создавали. Мы можем сюда точно также добавить новые селекторы, которые позволят нам обеспечить подключение в нашем случае к нашему каталисту. 17. Создаем новую интерфейс в полисе группу типа VPC, потому что опять же мы хотим построить агрегированный канал. Мы используем LACP и создаем новый TouchBlendity профиль, потому что мне хочется его создать руками, чтобы я мог контролировать, смог добавить туда много доменов, которые мне необходимы. Так создадим то, что мне сейчас понадобится, создадим новый маршетизируемый домен. И поместим в него ну скажем VLAN 200 по 9. Submit 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 Обратите внимание, что в принципе я мог бы через этот интерфейс привязать к TouchBlendity профилю и развертывание определенных EPG. Это означает, что я могу, если мне это удобно, если я, например, делаю какое-то типизированное внедрение, когда у меня есть, не знаю, десятки коммутаторов, настроенных в определенной схеме, то я могу настроить часть TouchBlendity профиля те или иные EPG, если у меня, например, скажем, есть много серверов, на каждый из которых, например, нужно довести менеджмент подключения. и тем самым я могу дальше через механизм этих вот селекторов и свитч-профилей сделать типизируемый набор доведения EPG, например, до, я не знаю, портов с 1 по 40 на всех коммутаторах, куда мы эти профили привяжем. Так, делали, сделали, можем убедиться, что у меня поднялся VPC. Видим, что у меня на стороне каталиста у меня поднялся порчину. Все. Теперь давайте сделаем настройку маршрутизируемого выхода. Одно время это называлось термином внешне маршрутизируемая сеть, теперь разработчики сломались и просто называют это термином материалов. Это жуткий жаргон, но что же нельзя сделать? Это как вот по историческим причинам метоконструкция, которые в СИ называют L3out и это тоже нельзя изменить. Сылаемся естественно из какого BRF мы делаем маршрутизируемый выход, ссылаемся на маршрутизируемый домен, который нам нужен, говорим, что мы подключаемся по SPF, мы используем в данном случае ARIA 0, естественно это REVILA ARIA и говорим как мы делаем подключение SVI через роутинг на SVI и подключение через EPC. Вот мы вмираем наш EPC и делаем настройку наш ELAN MTU, если бы мы с MTU ошиблись, что у нас было бы у нас не было бы переместа, мы этого не хотим. указываем роутер ID, он по умолчанию создает лукбэк с такими же адресами, в общем это не обязательно, лукбэк создавать не обязательно, роутер ID нужен. И указываем адреса. Значит, с адресами при мужецизации через EPC есть маленькая хитрость, я вам сейчас про нее скажу. Значит, два адреса нам нужно будет индивидуальных для наших лифов, которые смотрят на наш каталист. Соответственно, на каталисте точка 2, значит, у нас будут точка 3 и точка 4. Кроме того, настоятельно рекомендуется, если вы делаете мужецизацию через EPC, указать также дополнительно secondary адрес и сделать его одинаковым на двух сторонах. Это позволяет вам сделать адрес, который доступен со стороны внешнего мужецизатора, независимо от того, работает ли у вас конкретно левый или правый лиф. То есть, если вы, например, захотите сделать на стороне каталиста статическую мужецизацию, вы ее сделаете именно с этим именно на этот адрес точка 1, потому что он у вас доступен независимо от того, жива ли у вас сторона или сторона бра. И создаем так называемый external IPG. Опять же, более подробно про функции, связанные с безопасностью текста IPG, завтра будет говорить Максим, но ограничиваемся тем, что в ECI любое взаимодействие происходит только если есть контракт, контракты строятся между IPG, поэтому, если мы делаем взаимодействие с внешним миром, нам также нужно то, с чем мы строим контракт. По умолчанию здесь стоит галочка как дефолт IPG, это означает, что у нас в данную IPG попадает весь трафик из внешнего мира, то есть, по маске 0, 0. Если мы хотим дать более точные маски, мы можем их здесь, на этом этапе описать. Все, мы настроили наш L3out, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я хотел бы увидеть, видите, видите, у меня начал немедленно на стороне каталиста у меня начал подниматься SPR. замечательно, то есть, видим, ну, это у меня нет, пиринг с чем-то еще, видим, что у нас поднялся, видим, что у меня поднялся, видим, что у меня поднялась маршрутизация с нашими первым и вторым лифтами. Теперь, нам хотелось бы, чтобы у нас не только OSPF поднялся, но мы также хотели бы, чтобы у нас поднялся, собственно, чтобы у нас туда попали маршруты. мы можем убедиться, что сейчас пока в таблице маршрутизации ничего нет. То есть, мы видим, что у нас прилетели наши лупбеки, но наши подсети, собственно, хостовые у нас, кстати говоря, если бы я на этапе настройки оставил бы только рутер ID, лупбеки бы убрал, то мы бы этого собрали. Но наши хостовые сети, они не появились. Почему это произошло? В ACI для того, чтобы у нас появилась связность с внешним миром, нужно выполнить ряд условий. Собственно, давайте в этой точке мы на секундочку остановим живую, живую дему и чуть-чуть вернемся к слайдам, потому что как раз поэтому сейчас предполагали пройти. То есть, у нас есть наш L3out, который мы создали. мы его настраивали через OSPF, но также поддерживается EIGRP и VGP. Поддерживается как раз то, что мы сейчас с вами сделали, маршрутизация через VPC, причем поддерживается с первого дня, в отличие от того, как происходило допросом в NXOS, где это потребовало значительного времени для того, чтобы это появилось. и через такой L3out мы обмениваемся маршрутами, при этом маршруты, пришедшие из внешнего мира, у нас распространяются по фабрике через MPBGP. На самом деле, если бы мы с вами не настроили рут-рефлекторы, не настроили бы MPBGP, то у нас даже OSPF процесс бы не стартовал. То есть, наличие MPBGP корректно настроены на фабрике, это необходимые условия для того, чтобы работала корректно любая внешняя маршрутизация. Для того, чтобы анонсы внутренних маршрутов, то есть, анонсы наших серверных подсетей уходили во внешний мир, для этого нужно три вещи, мы сейчас с вами сделаем. Для этого нужно ассоциировать bridge-domen L3out, для этого нужно создать контракт, и для этого подсеть должна быть помечена как публичная. Эти три действия мы сейчас и сделаем. Почему они нужны? Для этого есть, с одной стороны, причины технические, которые перечислены на этом слайде, с другой стороны, это позволяет вам контролировать то, куда в вашем Soda могут, собственно говоря, попадать внешние пользователи, то есть, это как бы хорошее дело. Мы, наверное, не хотим, ну, так по логике, если представить себе, что это настоящие сервера баз данных, настоящие веб-серверы, мы не хотели бы, наверное, пускать наших внешних пользователей на сервер баз данных, но хотели пустить на веб-сервер. Давайте настроим на нашем WebBD, настроим для него ассоциируем L3out. Делали. Давайте пометим наш, нашу подсеть как Advertise Externally, то есть, анонсируем наружу. И давайте создадим контракт с нашим L3out. Что для этого нужно сделать? Мы строим его не с самим L3out, строго говоря, а с той самой Externally. Мы ее вытащили сюда, на нашу рабочую поверхность, и построили контракт, которым потребителем является External EPG, то есть, внешний мир, а провайдером является наш WebBD. Давайте посмотрим, что-то изменилось с точки зрения маршрутизации. Да, видим, что наша подсеть прилетела в SPF, и, соответственно, она теперь доступна на нашем листе, и если у нас все хорошо с дальнейшим путем может социации внутри нашей лабы, то мы на наш Web сервер должны смочь сейчас делать ping из внешнего мира, из лаборатории. Да, видим, что ping работает. Все, то есть, мы сделали связь, мы сделали связанность с внешним миром, мы сделали связанность внутри лаборатории, в смысле, внутри ICI-фабрики, и если мы хотим это продиагностировать, то на стороне внешнего мира мы уже с вами таблицу маршрутизации смотрели, мы, естественно, можем также захотеть посмотреть и на таблицу маршрутизации на нашем лифт-коммутателе. Давайте зайдем. ему напрямую на его консоль. Можем сказать шоу IP crowd vrf и видим, что мы получили из внешнего мира из внешнего внешнего маршрутизатора получили в нашем VRF маршруты, которые к нам прилетели по SP. То есть все хорошо. так, мы не будем сегодня в подробностях вдаваться в тематику, связанную со смежностью на втором уровне, это мы прибережем для разговора про миграцию. Давайте последнее, что мы сегодня сделаем, мы немножко с вами поговорим про вопросы, связанные уже не с настройкой, а с диагностикой. Итак, что в ICI есть интересного и выдающегося с точки зрения диагностики? Во-первых, мы с вами видели уже очень удобно то, что мы можем в пределах каждой группы увидеть подключение. механизм простой, но достаточно мощный и полезный. Мы с вами, когда дойдем до настроек интеграции с виртуализацией, увидим, я уже говорил, что мы можем увидеть таким же образом виртуальные машины, контейнерные среды, мы можем увидеть, мы можем в принципе сделать поиск нужных нам объектов централизованно по нашей фабрике, по нашей модели политики. То есть у нас есть иконка с лупой, мы можем например сказать, я хочу найти все виртуальные машины с определенным именем, или скажем найти все бридж домены например с определенным именем. Я например потерялся, я не знаю где у меня находится бридж домен с именем начинающийся со слова веб. Соответственно мы можем достаточно быстро увидеть. Еще одна вещь, которая есть в ACI, вы можете увидеть на уровне любого объекта такой показатель как уровень здоровья. В данном случае наш тенант спринт очень-очень здоров. У него здоровье прямо на 100%. То есть нету никаких проблем. Если бы сейчас отвалился один из серверов, это здоровье немедленно бы ухудшилось, потому что мы видели бы, что у нас есть проблема в endpoint-группе, которая в свою очередь связана с проблемой на VPC, на который мы ссылаемся, то есть мы получаем набор индикаторов, которые зависимы друг от друга, то есть позволяют мне прослеживать с одной стороны распространение проблем к моим потребителям, к моим приложениям, с другой стороны позволяют мне прослеживать это в обратную сторону. если у меня есть проблема на уровне какого-то объекта, какого-то потребителя, нет ли каких-то проблем, откуда эта проблема произошла, то есть где у нее корневой источник. Еще одна вещь, про которую хотелось сказать с точки зрения эксплуатационной, то, что, как я уже говорил, легия, не знаю, пишет, что проблема с вебоксом, у меня, ну, как-то вроде бы все внешне нормально, и мне вопросы пролетают, не знаю. В любом случае, как бы мы уже находимся на финишной прямой, тогда, если какие-то вопросы остались открытые, которые нужно будет показать именно графически, тогда мы это сделаем в следующих сессиях. Если у коллег возникли проблемы с интерфейсом вебокса, давайте, я тогда постараюсь быстро завершить сессию. Как я уже говорил, мы можем делать снимки конфигураций, восстановление конфигурации, можем это делать и на уровне всей фабрики, и на уровне конкретного тенанта. Потому что, например, если у нас есть одновременно, скажем, продуктивная среда, в которой вносится изменение аккуратно, правильно, и только нужная, и есть тестовая среда, в которой постоянно происходят какие-то игры, если мы хотим тестовую среду откатить на неделю назад на настройках, наверное, мы не хотим при этом на неделю назад внести нашу среду продуктивную. В ACI это сделать можно, и в ACI для этого можно сделать, соответственно, я могу сделать вот в этом деле конфиг rollbacks, я могу сделать snapshot для всей фабрики целиком, либо могу сделать snapshot для конкретного тенанта. Так, коллеги, мне тут в внутреннем чате пишут, что там есть проблемы с работой WebEx, я не знаю, всех это затрагивает, не всех, но в любом случае, давайте мы на этой точке, наверное, на сегодня остановимся, потому что мы, в принципе, и так примерно закончили, и тогда надеюсь, что в следующий раз все открытые вопросы, которые остались по сегодняшнему, мы с вами дообсудим. Спасибо. Голосы, экран есть. Окей, ну хорошо, давайте я тогда все-таки в надежде, что это работает у большей части населения, покажу то, что хотел. Я могу, например, сделать изменения для всей фабрики, например, скажем, сказать, что я хочу сделать snapshot. вот он у меня сделал, я могу после этого пойти, например, в фабрике сделать что-то плохое, да, могу взять и, например, долить моего тенента вообще целиком. Все. Тенента не стало, пропали все мои старания, пропали все наши настройки, у меня сейчас развалится через какое-то время связанность с каталистом и так далее. у меня тенента у меня больше таким названием нет. Теперь я могу пойти в раздел fallback сказать, что я хочу вернуться к этому состоянию. Все. появилась зеленая галочка, конфигурация восстановлена, да, у меня снова есть мой тенент, у меня снова все хорошо. И обратите внимание, поль скоро уж мы делаем сейчас такие нехорошие действия, давайте еще посмотрим, а представим себе, что у вас есть злонамеренный администратор, который пошел и решил испортить жизнь всем остальным и организациям. Как это увидеть? В ICI на уровне любого объекта, в том числе на уровне фабрики целиком, работает механизм audit log. И я могу, пользуясь им, увидеть историю всех действий, которые выполнял тот или иной администратор, ну в данном случае администратор админ, то есть я сам, но я увижу, что у меня, например, видите, шло массовое удаление объектов, составляющих этот тенант, оно у меня было вот в 12 часов по 17 минут а 6 секунд. Соответственно, пользователь обмена это делал, то есть если у вас что-то произошло, то вы можете с помощью этого механизма на уровне всей фабрики, либо на уровне конкретного объекта, например, на уровне того же тенанта, вы можете увидеть историю действий и, соответственно, понять, кого благодарить или наоборот наказывать. Теоретически. Практически, это, конечно, в основном интересно для того, чтобы для того, чтобы выполнять восстановление при каких-то авариях из-за ошибочной действий. То есть вы можете в случае, если возникла проблема, вы можете посмотреть, какие действия в этот момент выполнялись и понять, что, какое из них возможно могло к этой проблеме привести. Ну что, коллеги, тогда спасибо вам большое. Я так понимаю, что проблемы какие-то про неотвеченные вопросы. Давайте сейчас попробую посмотреть на вопросы. Пробую пройтись по ним. Ох. Ох. Один секунду. Ох. Как найти, к какому бреждамену привязанное... Как найти, к какому бреждамену привязанности? Давайте я сейчас попробую несколько вопросов найти, как бы, тех, что поинтереснее. Оставшиеся тогда, если какие останутся неотвеченные, мы тогда ответим через канал. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... по дизайну Малтисайта сколько рекомендованы МСО, про МСО и все Малтисайт будет рассказывать Максим в четверг, но в Малтисайд дизайне в текущем виде всегда используется трим, как бы один МСО-кластер, состоящий из трех... Малтисайд диапазон на разных сайтах, Малтисайд должны быть раз... Это опять же Максим расскажет более подробно. Малтисайд, 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 диапазоны, по-моему, обязательного требования нет, Максим может прокомментировать, по-моему, именно конкретно... По-моему, Так. Собственно, да, собственно. Виртуальная ИСЯ, если под виртуальным ИСЯ понимается ИСЯ-симулятор VM, ну да, моя... ИСЯ-симулятор VM является сугубо тестовой средой, и настоятельно рекомендуется делать нам шут. Да. Шарды распределяются рандомно. Если применительно к Малтипод, поднастоятельно рекомендую прочитать Малтипод White Paper, там все вопросы, связанные с шардированием и его последствиями для внедрения в Малтипод дизайне с разным количеством эпиков, рассмотрены крайне подробно. А... ошибки на интерфейсе как можно решать? Ну, наверное, зависит от типа ошибок. Не знаю. Так. А, да. И давайте, пока мы еще с вами окончательно не потеряли видео, посмотрим еще вот на что. Я обязательно хотел вам показать. Надеюсь, что появилось. Если вам захочется, если у вас есть на чем пройти такого рода работы, которые мы показывали сегодня, сейчас, в будущем, когда к вам приедет оборудование, вашим лучшим другом станет первый документ, который приведен на этом слайде. То есть, это кукбук, поваренная книга, которая подробно рассказывает обо всем. То есть, те вещи, которые я рассказывал по диагонали, там рассказано гораздо более подробно. Это большой документ. Если у вас есть время и желание ознакомиться, настоятельно рекомендую. Второй документ это ECI-дизайн-гайд, который рассмотрит более подробно в принципе на принцип функционирования ECI и то, как его можно использовать для решения нашей задачи. Кроме того, есть пара книг, в том числе доступных и через Safari Books, бывший Safari Books. Из них, ну, вторая такая немножко обо всем, а первая вот я бы рекомендовал всем, кто использует или собирает использовать ECI. И есть огромное количество источников на сайте ЦИСК и на сторонних сайтах, просто в интернете открыто доступных. В частности, есть книга по траблшутингу, которая сейчас уже вышла во втором издании, насколько это уместно говорить про электронную книгу, книга о прейтинге ECI. Если вы, если ECI станет частью вашей работы и жизни, то я настоятельно рекомендую с ними знакомиться или пользоваться ими при необходимости. Так, на этом спасибо. Я вернусь к вопросу. Сейчас выставлю на экране, чтобы было. Смотрю еще на экране. для каких целей использовать дизайн гольфа? Я не знаю, может быть, про это будет, про это не будет рассказывать. Максим, скажу коротко. Гольф является способом продлить вашу фабрик-энкапсуляцию, то есть продлить ваш андерлей за пределы фабрики до, так сказать, ассоциированного, дружественного, пограничного маршрутизатора, которым может являться на эксо 7000 соответствующими картами SR-9000, либо SR-1000, либо CSR-1000V, хотя я не уверен, что это поддерживается официально. Причин использовать гольф на данный момент по большому счету одна. Если вы хотите сделать стыковку через этот пограничный роутер с внешним транспортом, поддерживающим много VRF, например, с MPLS L3 VPN, без необходимости настраивать пиринг по каждому VRF с L3 на фабрике. То есть в этом случае вы можете напрямую вытащить всю вашу фабрику, грубо говоря, до вашего, до этого пограничного маршрутизатора и буквально одной конфигурационной галочкой на стороне Эпика создавать необходимые VRF-ы на стороне этого маршрутизатора и тем самым очень легко протягивать вашу фабрику во внешний транспорт с минимумом настроек. Это удобно, если у вас VRF-ов много, если вам такая автоматизация экономит время и повышает надежность, но в общем случае Golf сейчас не является приоритетным вариантом. То есть там, где можно, а это можно сделать почти всегда, настоятельно рекомендуется использовать обычные L3out'ы, это более, скажем, это решение с большим, которое лучше оттестировано, с большей практикой внедрений. До определенного момента причины использования Golf являлось также то, что через Golf можно было отдавать хостовые маршруты. В текущих версиях хостовые маршруты можно отдавать и через обычный Утреалт. Так. Для дизайна мотоцеда разных вендоров фундаминов отбивая. Редактор субтитров Продолжение следует... 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 Продолжение следует...